Сегодня городским депутатам было предложено создать литературный клуб. Вместо того, чтобы решать, будет ли Красноярск выбирать мэра или же получить назначенного, народные избранники читали стихи и травили анекдоты. Наталья Истомина находилась на сессии и тоже вспомнила басню про лебедя, рака и щуку. Согласия в горсовете пока нет. Но недолго птичка в клетке билась. Дураки остались в дураках, сломанная клетка, кучка пепла, а журавлик снула в облаках. Хочу сказать тебе одну английскую поговорку. Don't fix, which is not broken. Не надо чинить то, что не сломано. Скажите, а если я пойду по этой улице, там дальше будет автовокзал? Ответ. Циля. Там будет автовокзал, даже если вы туда не пойдете. Чего только не делали сегодня красноярские депутаты. Рассказывали анекдоты, сыпали поговорками и даже читали стихи. Но так и не смогли убедить друг друга. Закон об отмене всенародных выборов глав был принят в край еще в декабре прошлого года. Теперь назначать мэров будут специальные комиссии. Горсовет должен был поменять устав Красноярска, причем еще в начале лета. Тогда депутаты не смогли договориться. Вопрос отложили до осени, но споры возникли вновь. Все откровенно говорили о том, что выборы должны быть и по-другому быть не может. Ну, вдруг в одночасье риторика поменялась, стандарты, видать, сменились. Хотя, с другой стороны, президент нашей страны говорит о том, что ни в коем случае нельзя отодвигать людей от участия в общественно-политической жизни. Общегородские выборы стоят ровно 110 миллионов рублей. На эти деньги можно построить один садик, наверное, мест на 150. Или каждой красноярской школе отдать по одному миллиону. Я думаю, они очень сильно в наше кризисное время в них нуждаются. В итоге Горсовет отказался менять устав Красноярска. Но это не значит, что мэра по-прежнему будет выбирать народ. Просто Горсовет не согласился с краевым законом. Прокуратура уже обратилась в суд. Она требует обязать депутатов изменить устав. Так что на следующей сессии народным избранникам придется начать все сначала. Но если они и дальше будут затягивать, нынешний состав могут распустить. Я, безусловно, буду разговаривать с депутатами, потому что это не нужно никому. Работать надо, а не заниматься юридическими, бессмысленными, с моей точки зрения, процедурами. Я думаю, что это подготовка уже к выборам в ЗАГС собрания следующего года. Вот такая артподготовка. Начинается сейчас уже и закончится в сентябре 2016 года. Я думаю, что чем ближе к выборам в ЗАГС собрания, тем эта тема будет активнее и активнее обсуждаться. Сегодня депутаты не смогли договориться и о том, что делать дальше. Большинство не поддержало идею обратиться в законодательное собрание, чтобы вернуть прямые выборы мэров. Но народным избранникам все-таки необходимо объединиться до следующей сессии, чтобы она не оказалась для них последней. Наталья Стомина, Дмитрий Комаров, Седьмой канал.